сварочный вращатель с поворотным столом позиционер с поджимной бабкой и кронштейном для горелки технические характеристики грузоподъемность 100 килограмм в горизонтальном вертикальном 50 килограмм скорость вращения 0.09 до 6.5 оборотов в минуту угол наклона от 0 до 110 градусов в ручном режиме с помощью данного механизма рукой тяжело и укрутить дальше высота планшайбы над уровнем пола 420 миллиметров диаметр стола 340 миллиметров мощность двигателя 120 ватт кабель масса у нас вон на мощные на 350 ампер сам вращатель весит около 100 килограмм как я уже говорил фишка данного вращателя то что он идет с поджимной бабкой поджимная бабка у нас вот она указана это направляющие для поджимной бабки тут куча регулировок их можно выше ниже это у нас пневмоцилиндр стоит включается включается он вот таким вот способом чтобы работал пневмоцилиндр нужно подсоединить воздух шланг стандартный 3 метровый вот он с разъемчиком его разъем тут настроены даже культа сушитель есть тут манометр так а вот он указан кронштейн для горелки тут куча регулировок горелку можно подсоединить с помощью всех этих механизмов зажимов любую полуавтоматическую для аргонодоговой сварки так кулачковые патроны бывают разные по диаметру 200 300 400 миллиметров по менюшки кстати он однофазные на 220 вольт по меню сейчас мы выключим сейчас он выключен это кнопка включения эта кнопка регулировка работа от педали либо с помощью циклов сейчас чуть попозже расскажу что это такое то есть грубо говоря сейчас стоит на педали у нас нажимаем на педаль скорость от 1 у нас закрутился тут у нас изменение направления движения вращения реверс в обратную сторону тут у нас скорость показана можно менять нажимаем медленная скорость тут нас режим сварка и без сварки также у нас есть еще вот такое вот программирование в циклах по времени сзади что у нас сзади у нас педаль подсоединяется и самое интересное то что есть два вот таких вот проводка эти два проводка идут на горелку либо полуавтоматическую либо для аргон дуговой сварки на включение выключения то есть на каждом полуавтомате на механизм подачи проволоки есть разъем вот у нас допустим также на теге есть разъем управления горелки вот покажем на другом полуавтомате разъем с помощью данного разъема мы можем управлять сваркой включение-выключение на данном вращателе то есть у каждого производителя можно запросить деталировку они пришлют там всего два проводок я уже говорил замыкаем цепь если деталировки производителя не пришлет то или вообще этого разъема на оборудование нет разъема управления вот такого вот либо на механизм подачи либо на аргонике то в принципе включение-включение можно организовать двумя проводками от горелки у нас на любой горелке есть кнопка вкл-выкл мы можем эту кнопку синхронизировать вот этими двумя проводками и тогда с помощью вот красностройки циклов мы можем уже включили сварочный вращатель поставили режим сварки запускаем как нам надо и сварка уже идет вот с помощью данной переключения либо со сваркой либо без сварки так что еще как я уже сказал это направляющие для поджимной бабки это у нас кронштейн по стоимости стоимость данного комплекта все вместе взятого и сам вращатель и поджимная бабка и держатель для горелки направляющие около 150 тысяч рублей единственное что данный комплект продается без кулачкового патрона вот без него кулачковый патрон они разные по диаметру под ваши задачи они стоят около от 15 18 20 30 тысяч все зависит от диаметра то есть уменьшаем увеличиваем в принципе все на самом деле очень крутая вещь спасибо